Здравствуйте! В эфире телекомпания Город, программа 7 минут. Сегодня у нас в гостях Александр Селиванов, руководитель Центра молодежных и международных проектов РГУ имени Есенина. Здравствуйте! Добрый день! Александр Александрович, расскажите подробнее о работе Центра. Чем вы занимаетесь, когда, по чьей инициативе он был организован? Ну, поподробнее об этом. Центр – это новая инициатива Федерального агентства по делам молодежи нашего университета и, безусловно, Министерства образования и науки Российской Федерации. Предыстория простая. Где-то свыше года назад был запущен проект советников по молодежной политике в вузах Российской Федерации. На сегодняшний момент уже чуть менее ста советников такого рода в вузах России существует, которые занимаются как раз тем, что помогают вузам увлекать студентов, аспирантов, молодых ученых в различные проекты Федерального агентства и Министерства образования и науки Российской Федерации. Наш центр по результату переговоров руководства Росмолодежи и руководства региона, а также вузы, которые состоялись еще летом прошлого года, центр призван стать межвузовским. Он открылся официально у нас 12 декабря. Сам центр, несмотря на свою недолгую историю, успел провести уже много мероприятий и может похвастаться достаточно эффективными показателями своей деятельности. В частности, Федеральное агентство проводит уже второй раз конкурс индивидуальных молодежных проектов. Это все, причем, делается при поддержке правительства, подписывает соответствующее постановление. Деньги это госбюджетные. И проводится конкурс на поддержку молодежных проектов по 10 номинациям. Как правило, номинации соответствуют большим федеральным проектам, о которых мы сегодня можем поговорить. И нужно сказать, что наш регион в декабре, когда результаты конкурса были подведены, вошел в топ лидеров по Центральному федеральному округу по количеству грантополучателей. Только из нашего вуза 10 человек получило поддержку своих проектов на общую сумму 1,1 млн. рублей. Мне кажется, это очень приятно. Плюс, нужно сказать, что РГУ также является победителем конкурса поддержки студенческих объединений. И в целом университету должны будут перевести в ближайшее время 12 млн. рублей как раз на реализацию проектов, тоже по ряду номинаций, в качестве поддержки студенческих объединений. Мне кажется, это очень интересная инициатива. Это хорошие показатели деятельности. И самое главное, что студенты очень активно вовлекаются в эту деятельность. Мы открыли у себя региональное отделение Всероссийского студенческого союза. В Буккальном январе состоялось заседание регионального отделения. И также мы сейчас планируем открытие Российской ассоциации студенческой науки, то есть РОСНО. Это еще одна ассоциация, которую недавно поддержал Дмитрий Анатольевич Медведев. Он сказал, что это нужно развивать. И, естественно, наш УСНО может остаться в стороне. Мероприятий мы провели достаточно много. Сразу после открытия наши студенты есть такой проект у федерального агентства, называется «Беги за мной». Это очень масштабный проект, посвященный здоровому образу жизни, здоровому питанию, спорту, причем на регулярной основе. Очень много партнеров, например, компания «Адидас» проводила в Лужниках в декабре так называемый мандариновый забег, потому что он был посвящен Новому году. Ну, с чем ассоциируется Новый год? С мандаринами, с оранжевым цветом. И ВУЗ наш предоставил транспорт, и мы собрали команду наших студентов, которые очень хорошо себя показали, пробежали, и при этом завели очень массу новых интересных знакомств. Уже 1 января в Рязанском Кремле совместно с администрацией области, администрацией города мы провели новогодний забег на символические 2014 метров. Очень приятно, что к нам подключились представители ключевых ВУЗов Рязани. Это были медуниверситеты, это были радиотехнические университеты, сельхоз, причем бежали и заместители министров, бежали с нами вместе, и представители ВУЗов от мала до вели. Я говорю, даже вот собака у нас была интересная, такая спортивная, пес такой с нами тоже бегала, дети. И жители, которые просто прогуливались в парке, к нам присоединились, достаточно интересная получилась акция, настроение было очень классное. В названии проекта присутствует слово «международный». Конечно. Может быть, ребята куда-то выезжать будут, может быть, кто-то будет приезжать в гости наоборот. С радостью расскажу. Можно сказать о том, что я в течение двух лет, это 12-13 год, являлся руководителем международной смирной форума «Селигер». Это масштабное, самое масштабное, наверное, в России мероприятие. Только в 2013 году у нас было 739 человек из 139 стран мира. Даже генсек ООН по Ангимун прислал нам приветственное обращение. То есть наш форум заметили, это классно, причем на уровне ООН. Естественно, студенты Рязанской области, рязанских вузов, они каждый год приглашаются, по-моему, в самом большом количестве, по-моему, 20 человек приглашают только вот еще Москва и Санкт-Петербург. Ну, плюс Рязань. Последние два года мы тоже очень активно себя показываем. В этом году, естественно, наши студенты также отправятся на международную смену, будут принимать самое активное участие. РГУ славится своими контактами и связями и с Китаем. У нас действует Институт Конфуция. Это и Япония. И вот в августе мы ожидаем группу японских студентов. Если мы сейчас согласовываем как раз Минобранауки с Международным департаментом проведения российско-китайского молодежного форума в мае, мы надеемся, что к нам приедет делегация китайцев. Потому что сейчас есть, вы знаете, программа очень большая в рамках года дружбы и молодежных обменов российско-китайского. Это 2014-2015 годы. То есть много мероприятий. И РГУ имеет большие шансы как раз получить право на проведение этого форума. Здесь, в Рязани, сразу говорю, статус-центр у нас межвузовский. Поэтому мы приглашаем все университеты. Сейчас готовится стажировка представителей исполнительной законодательной ветвей власти, то есть чиновники Рязанского региона в Соединенные Штаты Америки, в разные штаты по программе законодательной инициативы. То есть изучение опыта зарубежного. Это абсолютно бесплатно для наших участников. Программа делается в рамках соглашения российско-американского. То есть она официальная и приятно, что в этом году со стороны Рязани отобрано 10 участников. Это, в общем-то, беспрецедентно. Обычно 5 отберут уже хорошо. В ходе беседы я поняла, что задел на будущее у вас уже достаточно масштабный. С учетом вашего финансирования, которое, в принципе, неплохим можно назвать, какие-то грандиозные планы на, может быть, год вперед? Можете озвучить? В ближайшей перспективе мы планируем проект финансовой грамотности. По направлению «Арт-квадрат» мы планируем провести арт-школу в апреле, где мы будем как раз обучать различным направлениям в искусстве, вот именно в творческих профессиях и специальностях. Затем уже в мае будет в этом проекте форум «Арт-квадрат». Это 24-часовой такой, знаете, будет марафон, такой вот арт-креатива, который мы планируем сделать. Это вот только по одному направлению. Соответственно, в этом году также у нас, если вы знаете, годовщина Первой мировой, такая вот серьезная годовщина Первой мировой войны, все-таки 100 лет. И есть проект федерального агентства и Роспатриот-центра, это подведомственное учреждение, называется «Великая забытая война». У нас на базе РГУ создан общественный штаб этого проекта, мы собираемся проводить здесь интересные мероприятия, акции. А затем, безусловно, предпринимательское направление мы уже его обозначили. Естественно, есть направление для молодых ученых и инноваторов, это «Зворытинский проект» он называется. В прошлом году, в декабре, как раз Виталий Романчук, это уже преподаватель нашего университета молодой, тоже получил грант на развитие своего проекта. Проект очень интересный, мы рассчитываем, что мы сможем запустить как раз школу молодых инноваторов, и которым мы расскажем, как можно коммерциализировать свои инновации. Планируем провести это, скорее всего, в конец июня, начало июля. Может быть, мы по согласованию с Минобором проведем всероссийское совещание как раз про ректоров, по международной деятельности советников в этой сфере, где мы объединяемся информацией. Затем, как я уже говорю, в мае будет целая серия мероприятий очень интересных, и вторая половина года будет не менее насыщенная. По сути, наверное, не будет ни одного месяца в году, когда мы не будем привлекать нашу молодежь к реализации каких-то проектов. Подчеркиваю, что к нам можно всегда прийти, у нас есть странички и в ВКонтакте, и в Фейсбуке, нам можно написать, можно всегда позвонить, мы всех консультируем по всем направлениям. То есть мы создаем ту самую среду, которая позволяет общаться и академическому сообществу, студенческому сообществу, властям, причем разных уровней, и федеральных, и в том числе международных. Я просто подчеркиваю, что мы можем провести любое мероприятие, а главное, пригласить абсолютно любых гостей к нам, если это действительно достойное событие. И я надеюсь, что таких событий в Рязанском регионе, в нашем округе, в целом в России будет больше, благодаря тому, что такие центры будут появляться по стране. Спасибо большое, что пришли к нам в гости. Я поняла, что именно под вашим руководством центры просто генерируют, можно сказать, энергии и идеями. И желаю вам продолжить в том же духе, и еще, и еще, и еще и больше напора вам желаю. Спасибо большое. Александр Селиванов у нас был сегодня в гостях. Это была программа «Семь минут». Всего вам хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин